здравствуйте уважаемая группа здравствуйте слышите меня здравствуйте здравствуйте еще раз так вас четверо да будем ждать или продолжим то есть начнем лекцию не зайдут наверное сейчас давайте немножко подождем уже минут 8 там напишите всем разбудите каждый раз заходите по старой ссылке я чтобы не будут без конца делать ссылки одну ссылку сделаем поэтому ссылку будем каждый раз заходить хорошо а то сейчас мне пишет телеграм нету ссылки пока ребята зайдут давайте мы с вами сделаем повтор что мы проходили прошлой лекции вспоминаем предмет геологии до изучали пример предмет инженерной геологии гидрогеологии до слышите меня потом что мы изучали породы изучали минералы изучали до изучали строение земли которая состоит из каких частей алло слышите меня не слышно не слышно что ли а и Группа. Все, все, теперь слышно вас. Слышно? А то говорят, что не слышно меня. Да, это у меня было не слышно. Можете повторить вопрос? Я говорю, в прошлой лекции, что мы с вами изучали, пока ребята заходят постепенно, потихоньку, мы с вами давайте немножко вспомним, что мы изучали в прошлой лекции. Изучали предмет, да? Дисциплину, предмет изучали, геологию. Потом изучали что? Строение земли, да? Строение земли, да. Вот. Которое состоит из каких частей? Из земной коры, мантии и ядро. Правильно. Земная кора, мантии и ядро. Вот. А сегодня, а сама земная кора состоит из горных пород, да? Да. Вот. А горные породы состоят из минералов. А минералы состоят из химических элементов. Вот это мы все с вами в прошлой лекции проходили. Вот теперь это все будем, то, что общее проходили, теперь будем по отдельности обширно проходить. Так. Сегодня наша тема, лекция нашей темы. Породообразующие минералы и горные породы. Джумагуль Тугамбаева? Да. Это вас не видно в экране. Сейчас, сейчас я сделаю. Теперь видно? Нет, нет. Сейчас, подождите. А теперь? Да, вас видно, но урока нету. Там слайд же показывали. Сейчас, сейчас. Я еще раз. Все, все, теперь видно. Теперь видно, да. Вот. Сегодня наша лекция... Сейчас я скрою. Лекция номер 4. Название нашей темы. Породообразующие минералы и горные породы. План нашей лекции – это общая классификация горных пород, понятие о структуре и текстуре горных пород, характеристика магматических горных пород, формы залегания магматических горных пород, классификация магматических горных пород, трещины и отдельности. Прошлая лекция мы с вами проходили, да, сама земная кора состоит из нескольких слоев. Это гранитный слой, осадочный слой, еще какой слой у нас? Алло, базальтовый слой. Слышите меня? Да, да, слышно. Вот. Сама горная порода. По происхождению бывают магматические горные породы, осадочные горные породы, метаморфические горные породы и так далее. Мы с вами в прошлой лекции это проходили. Горная порода. Что такое горная порода? Алло. Почему молчите? Это плотные или рыхлые скалпельные минералных масс. Слагающие земную кору, да? Правильно. А если так, я вам объясняла, что горные породы, состоящие из одного или нескольких минералов. Минералов. Вот. А минералы состоят из одного или нескольких химических элементов, да? Вот. Поэтому у нас, видите, общее количество горных пород около тысячи. Они отличаются друг от друга по минеральному составу и происхождению. Минеральный состав, они бывают простые и сложные. По двум группам отличаются. Они делятся на простые и сложные. К простым относятся мономинеральные, это гипс, каменная соль, а к сложным относятся полиминеральные, это гранит, полевые шпаты, кварц, люда, роговая обмака. По происхождению, значит, горные породы, я вам говорила, они бывают магматические, метаморфические, осадочные, горные породы. Вот сегодняшняя тема мы с вами будем проходить магматические горные породы. Что такое магматические горные породы, как вы понимаете? магматические горные породы, образуются в результате излияния или остывания магмы на поверхности земли или в недрах земли. Понятно вам? Да, да, понятно. Что понятно? Вот вы понимаете, что такое магма вообще? Кто сейчас отвечает? Почему только один отвечает? Остальные где? Почему группа не активно участвует? Вас в группе четверо, то есть трое даже. Участники у меня здесь четыре показывают. А? Что такое магма? Теперь я объясняю. Магма – это густая масса. Да, это густая масса. Это изглечество, названное магма. Правильно, магма. Это расплавильная огня, масса сложного состава. Правильно. В ее составе имеется оксид кремния, оксид алюминия, калия, натрия, кальция, магний, феррум и так далее. Это все содержится в составе магмы. Это густая масса. Правильно. А как оно вообще происходит? Как, вот у нас вулканы. Слышали такое вулканы, да? Да, слышали. Вот. Вулканы как происходят? За счет чего происходят вулканы? Так как я вам говорила, что у нас земная кора состоит из нескольких тектонических плит. Правильно? Тектонические плиты, это они всегда двигаются. Они движутся, но нам незаметно. Вот эти плиты со временем могут что делать? Ударяться, да? Могут они столкнуться друг с другом. В это время, когда они сталкиваются друг на друга, происходит что? Горы. Вырастают горы. Вот почему у нас горы получаются. Вот из-за ударения друг к другу тектонических плит у нас вырастают горы. Вот постепенно, постепенно, потом из этих трещин, как я говорила, у нас сама земная, сама земля состоит из трех частей. Это ядро, магмы, то есть мантии и земной коры. Когда постепенно начинают они сталкиваться, и между ними, вот этими плитами, начинает вот это наше, как я говорила, мантия, что делает? Передвигаться вверх. Вот вот здесь, обратите внимание, видите, вот это наша мантия начинает, что делать? Передвигаться. Передвигаться по трещинам. Когда у нас сталкиваются два тектонических плита, получается у нас горы. А между ними, это со временем, это как-то вот сейчас мы рассказываем, а это не сразу получается, это постепенно, постепенно. Вот обратите еще такое внимание, когда у нас происходит землетрясение, у нас постепенно горы что начинают? Расти. Вот горы у нас, я вам еще видео поставлю, где покажу видео, где происходит сильное землетрясение, и, например, если происходит землетрясение в Индии, да, то у нас в горы других местностей могут, как сказать, увеличиться, вырастить могут, потому что же форма земли меняется, понимаете, где-то может оно быть, как сказать, столкнуться, то есть оттолкнуться тектонической плитой, а в другом конечности, в другом местности оно может еще друг другом сейчас я приму принять, а в другом месте они могут появиться, как горы, вырастить горы, вот, вот поэтому у нас форма земли, то есть элипсоидная, неровная, негладкая, неровная, то есть поверхность у нас земли негладкая, потому что постоянно у нас могут быть сталкивания, но нам незаметно это, это постепенно, а вот когда землетрясение, вот в это время оно уже будет заметно, то есть начинает в какой-то конечности плиты, начинают горы расти, в какой-то конечности они могут что, разрываться, отделяться могут, поэтому со временем постепенно форма земли будет у нас меняться. Вот из-за вот теперь возвращаемся к магматическим горным породам, вот из-за извержения вулканов, то есть вот эта жидкость, которая находится в недрах внутри земной коры, это у нас мантия, начинает что делать? Проходить через эти трещины и выходить на поверхность земли. В какой-то мере могут оно выплеснуться на поверхности земли, это у нас будет магматические горные породы, излившиеся, интрузивные называются, а которые остаются внутри, видите, вот внутри земной коры, в недрах земли, это у нас эфузивные, значит, по происхождению магматические горные, магматические горные породы, это излияние магмы, магмы, оно может появиться на поверхности земли, вот видите, на поверхности земли, и могут остаться в недрах земли, поэтому по происхождению их говорят интрузивные и эфузивные магматические горные породы. Понятно вам? Да, понятно. Что-то молчите, я не понимаю, сейчас кто отвечает, у меня постоянно один студент ответит, а остальные почему молчат? Алло. Только Шахрух остался, а где остальные? Не знаю. Я только Шахрух поставлю оценку, остальные мне ноль поставлю. Почему вы зашли и выходите? Нет, только что Артур тоже отвечал. А куда он ушел? Не знаю, он, наверное, в интернете работает у него. Так, теперь обратите внимание, Шахрух, какие, значит, магматические горные породы по происхождению бывают? Алло. Слышу, слышу. Какие? Вот вам вопрос. Кто сейчас зашел? Там написано Redmi, а кто это? Фамилию написали бы или имя хотя бы? Можете познакомить себя? кто это сейчас зашел? Не знаю, это кто. Сейчас напишет свое имя. Нет, зачем писать? Пусть скажет, как его зовут. Фамилия хотя бы. Не бойся, я не кусаюсь. Ладно, давай, значит, стесняется, он не хочет знакомиться со мной. Хорошо, но все равно должны знакомиться. Вот Джамши зашел. Хорошо. Вас теперь трое, а где остальные? У вас до этого кто заходил? Алиева заходила, почему она вышла? Так, это смотрите, еще раз повторяю, магматические горные породы образуются в результате излияния магмы. Правильно? Излияния магмы. Да. Теперь излияние магмы. Магмы могут, те, которые излились на поверхности Земли, они быстро остывают, правильно? Так как температура резко меняется, и оно могут быстро остывать. И они остывают на поверхности земной коры. А то, что остаются внутри, видите, в недрах земной коры, они медленно остывают. И за счет этого у них кристаллы более какие? Прочные, правильно? Более близко друг к другу связаны. Поэтому они со временем постепенно, какое-то долгое время остывает, поэтому их кристаллы более близко расположены, и они более твердые и более прочные по сравнению излишнейся магмы на поверхности Земли. Их плотность также, их структура, текстура также будет более прочная по сравнению с магмой, которая остыла в недрах земли, то есть в недрах земной коры. значит понятно, да, по происхождению магматические горные породы это за счет излияния магмы, а по происхождению они бывают интрузивные, глубинные и эфузивные излившиеся, то есть излившиеся на поверхности Земли, а интрузивные это внутри земной коры. очаги магмы образуются в верхних слоях мантии и нижней части земной коры в местах скопления радиоактивных элементов. Вот теперь обратите еще раз внимание, что может вызвать для излияния магмы? Что может быть причиной излияния магмы? радиоактивных элементов как вы понимаете? Это у нас газы, которые под сильным давлением могут вызвать излияние магмы. Понятно? Газы. Вот теперь такой вопрос. Чем отличается магма от лавы? Чем отличается магма от лавы? Значит, это я буду спрашивать, ребята, слушайте внимательно. Магма в нем содержатся газы, сильные газы, которые и являются причиной его излияния на поверхность. В нем содержатся газы большие, а давление это плиты, которые друг друга сталкиваются, правильно? Вот сильно из-за этих друг друга столкновений получается давление, которое и... Но чтобы оно выплеслось на поверхность земли, служат это газы, как раз таки вот эти радиоактивные элементы газы служат его... То есть на поверхность как сказать... Излиять. За счет сильных газов они излияются на поверхность земли. Теперь лава. Лава, когда она на поверхность земли выходит, то газы у нас что делают? Улетучиваются. Вот теперь магма превращается в лаву. Понятно? Поэтому обратите внимание, я вас это буду обязательно спрашивать, чем отличается магма от лавы. значит, магма это который находится в земной коре, в котором содержатся газы, а лава это уже газы у нас что делают? Улетучиваются. То есть оно уже когда на поверхности земленной излившееся, уже это называется лавой. У них не содержится уже газа. Если содержится, то очень маленькое содержание. под структуры понимается строение горных пород, характеризующихся количеством, размером, формой и способом связи минералов в горной породе. До этого я говорила, что горные породы содержатся из нескольких минералов. Теперь обратите внимание, если наша земная кора состоит из трех слоев, это базальтовый слой, гранитный слой и осадочный слой. И это все за счет магмы что делается? Растворяется все это, правильно? Перемешивается вот эти все слой. Например, гранитным слоем, я до этого вам в лекции проходила, говорила, что гранит состоит из каких минералов? Из трех минералов. Слюда, полевой шпат и кварц. Это только гранитный слой. Также базальтовый слой состоит из нескольких минералов, а также осадочный. И теперь обратите, это все расплавляется и все это перемешивается. И все это потом у нас уже образуется другая горная порода. Понятно? Вот почему у нас горные породы со временем меняются. Со временем они по химическому составу, а также по некоторых факторов, которые происходят изменения в тектонических плитах, вот из-за этих оно у нас что делает? Со временем меняется по происхождению. Вот это как раз структура, и это есть связи минералов, которые оно у нас как в лаборатории вам это было бы наглядно видно и понятно если мы с вами лабораторный так у нас в среду лабораторная работа. Алло? Слышите меня? У нас пока что не было лабораторных не знаем когда у нас лабораторный лабораторный работа у вас должно быть в среду знаете? нет не знаем вот почему не знаете в среду заходите в лабораторную работу я вам ссылку оставляла ссылку мы с вами одну лабораторную работу проходили уже помните в среду? В среду у нас вторая пара должно быть 9.30 мы один раз заходили на лабораторную но только нам по-узбекски объясняли мы ничего не пользуемся по-узбекски объясняли ну хорошо тогда я с вами лабораторный заново пройду и мы с вами сегодня до сегодняшнего дня должны были с вами пройти 4 лабораторных работ вот у вас знаете промежуточный контроль текущий контрольный тест должны быть вот обратите внимание в лекции в лекции есть тесты в конце лекции вот заходите в каждой лекции и в каждом конце лекции у вас есть тесты проходите эти тесты вот когда проходите эти тесты у вас уже дают оценки сколько вы набрали оценок насколько вы ответили да знаю вот вы до сегодняшнего дня с вами должны были мы с вами должны были пройти 9 лекций из них мы сейчас четвертую проходим так как отстаем промежуточный у вас уже все заходите у вас только знаете как получается четвертая лекция поэтому хотела сегодня с вами 6 лекций пройти давайте в тот раз мы в 11 договорились почему-то никто не зашел лекцию я вам до этого говорила заходите в лекции в 11 у нас лекция у вас только один зашел в лекцию и потом он тоже исчез и все и с этим у нас лекция опять сорвала поэтому сегодня давайте с вами продолжим лекцию я хотела бы сказать чтобы будем продолжать до 6 лекции хотя бы сегодня с вами пройдем хорошо сейчас быстро значит магма понятно да текстура структура вот среднезернистые то есть крупнозернистые среднезернистые мелкозернистые вот это все мы с вами будем проходить лабораторию поэтому я здесь не буду останавливаться потом мы с вами в лабораторию мы это заново с вами пройдем вот классификации обратите внимание классификации магматических горных пород классифицируются по содержанию оксида кремния силициум о2 по содержанию оксида кремния они делятся на 5 группы это кислые видите вот у вас кислые содержание на 4 группы делятся кислые содержится от 75 до 65 процентов название минералы которые содержатся это кварц полевой шпат слюда значит до этого я говорила гранит видите гранит название его гранит происхождение видите обратите внимание я говорила глубины излившиеся правильно значит оно гранит входит в глубины а излившиеся тоже содержание видите от 75 до 65 процентов по происхождению могут быть и глубины и излившиеся гранит входит если мы будем брать гранит то это у нас будут глубины а излившиеся это у нас будет кварцевый парфир в лаборатории как раз таки я вам покажу кварцевый парфир это камень видели да камень простой камень шейбин мы делаем же большие камни кварцевый камень да вот это кварцевый парфир называется если на практике в лаборатории я вам покажу как он выглядит ну обычный камень а гранит тоже знаете да как это мрамор но не шлифованный то есть там если вот этот гранит шлифовать то он превращается в мрамор можно его использовать как отделочные работы то есть отделочные плиты для отделки да для отделки среднее содержание от 65 52 процента это тоже в них минералы какие минералы в них содержатся полевые шпаты роговая обманка и биотит название это сиенит диорит то есть название минералов по происхождению глубинные сиенит диорит а излившийся это ортоклазовый порфир и андезит следующее основные содержания от 52 процента до 40 процентов минералы это лабрадор афгит оливин эти эти минералы я вам тоже покажу где они у нас есть как они выглядят название габра диабаз и базальт следующие ультра основные содержание меньше 40 процентов минералы в них содержатся оливин афгит рудные минералы по происхождению они передатит и дунит название следующие форма залегания для глубинных пород характерны следующие формы залегания фундаменты платформ батолиты локолиты жилы и дайки это по названию то есть по форме залегания они бывают вот четырех видов и излившийся трех видов это куполов покровов и потоков платформа что это платформа это обширные равнинные пространства сложенные с поверхности земли осадочными горными породами подстилаемыми магматическими горными породами вот у нас батолит от греческого слова глубина вот крупный массив магматических горных пород неправильной формы локолит как яма вот у вас массив грибообразной формы образующие следствия внедрения магмы жилы вот у нас жилы и так далее вот здесь у вас просто нам надо быстрее сейчас успеть я хотела вам 6 лекций вот если хорошенько обратить в лекцию посмотрите презентацию в модуле зайдете все презентации в ордовском формате все лекции вам там даны посмотрите также трещины отдельности массива магматических горных пород в процессе остывания в массивах горных пород образуются трещины развивающиеся массив на отдельные разбивающиеся массив на отдельные блоки форма которых определяется условием залегания магмы выделяется матрицевидная столбчатая и шаровая форма отдельности где применяется магматические магматические горные породы применяются в строительстве в основном для основания сооружения в случае если массивы горных пород не ослаблены трещинами строительного и отделочного материала в строительстве используется как штучный дробленный камень видите из какого минерала значит гранита и синие то в основном используют дробленный камень гранит тоже можно использовать как дробленный камень как отделочный камень также я говорила вам если гранит шлифовать то он как мрамор будет гладкий его используется как отделочный камень как дорожное покрытие как добавки тяжелые и легкие бетоны также и как теплоизоляционный материал это у нас пемза вот после конца лекции у нас вопросы вот именно по этим вопросам у вас вопросам вопросам